К 161 дню рождения города была завершена первая очередь благоустройства Нагорного парка. Согласно проекту, парк будет состоять и с северной зеленой части, и южной видовой на сопке Тюменской. В этом году завершена первая очередь северная, вторую очередь сдадут в 2022 году. В новом парке Нагорный с удовольствием проводят время и дети, и взрослые. Еще бы, в общественном пространстве с вековой историей теперь есть набережная, детский городок, пешеходные маршруты и 400-метровая беговая дорожка. Замечательный парк, и если его еще сделают вторую часть, там вот есть скалы, на светландскую, на золотую руку, вид хороший, то будет вообще прекрасно. Во-первых, красиво, очень много людей, ну типа, количество людей это всегда показатель чего-то хорошего обязательно, 100%, поэтому я очень рад, что я здесь оказался. Я вот лично сейчас приехал с Чуркиным, чтобы погулять с ребенком. Ого, очень далеко. Ну а на Чуркине, где, вы думаете, можно погулять с ребенком? Нигде. Ну да. То есть городу очень не хватает, то есть приходится ехать минут 20-30 на машине через пробки, чтобы погулять где-то с ребенком. Это либо Покровский парк, либо здесь появился парк, либо набережные две, все. Вы сами видите, будний день, количество детей и взрослых здесь просто зашкаливает, это значит, что есть дефицит, есть потребность, людям негде гулять. Да, вы знаете, нашлось полчасика и решила приехать, прям посмотреть, что это Нагорный парк, с чем он уйдет, и как он находится, и где он находится территориально. Потому что нашему городу как раз-таки не хватает таких мест, как воздуха, это реально не хватает. Даже вот то огромное спасибо медицинатам и кто это все сделал, потому что реально, вы посмотрите, сколько людей. Ведь это количество людей как раз и видно, насколько он востребован. Нагорный парк Владивостока ведет свою историю с 20-х годов прошлого века. Тогда на месте современного парка был создан Нагорный народный сад. Более 50 лет он являлся популярной зоной отдыха для горожан, а затем пришел в упадок. Идея возродить и благоустроить пространство появилась в 2017 году. На сегодняшний день в парке обустроили пруд. Так была решена проблема с подземными водами. Смонтировали пешеходные дорожки, освещение, установили детскую спортивную площадки, амфитеатр, провели озеленительные работы. Участие в высадке новых деревьев активно принимали жители микрорайона. Также в парке появились парковочное пространство и зона мобильного фудкорта. Парк открыт для свободного посещения. Пространство уже радует горожан, но на этом работы не заканчиваются. К осени 2022 года планируют создать вторую очередь. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом.